Привет! В этом ролике я снова заказываю 3D-модели у разных фрилансеров за разные суммы, и в этот раз я буду заказывать вот такой пропс из игры Hancock Star Rail. На самом деле, в этот раз требование у меня было буквально одно — это то, чтобы итоговая моделька была как можно больше похожа на референс, который я прислала. Я думаю, вам уже не терпится посмотреть на результаты, которые получились у ребят, поэтому сейчас будет небольшое отступление, и мы начинаем. Да, сегодня я снова заказываю 3D-модели у разных художников, но я надеюсь, вы понимаете, что применение 3D-моделирования гораздо шире, чем рамки вот этого ролика. Представляете, не только я заказываю 3D-модели, я не единственный в мире человек, которому это нужно. 3D-моделирование активно используется в абсолютно разных сферах, а скульптинг — так это вообще один из сильнейших инструментов любого CG-художника. Поэтому сегодня хочу рассказать про онлайн-курс «Скульптинг Блендер» от студии Графит. Да-да, той самой студии, с которой мы проводили челлендж с деревьями. За 6 недель обучения вы превратитесь из абсолютного новичка в художника, который прямо-таки чувствует Блендер. Вас научат тонкостям работы с шейдингом, освещением, а также научат делать качественный рендер. Кроме того, вы создадите собственного персонажа и добавите его в свое портфолио, что поможет вашей карьере в геймдеве или в кино. Вот примеры работ студентов, которые прошли этот курс, и многие из них начинали изучать скульптинг с абсолютного нуля. Кстати, преподаватели графит работают с крупнейшими студиями, такими как Activision Blizzard, Riot Games, NetEast Games, что само по себе гарантирует высокий уровень обучения. А преподаватель курса по скульптингу Алена Кузьминых работала с такими громкими проектами, как «Майор Гром» и «Лига Легенд». Так что ей точно есть, что вам рассказать. И, конечно же, для вас у меня есть приятный подарочек. По промокоду PARELYGRAFIT вы получите скидку 20% на обучение. Так что не упускайте эту отличную возможность подкачать свои навыки. Ссылочка на курс будет в описании под роликом. Удачи в обучении! В этот раз первая работа будет за 2000 рублей от Даниила, и вот что у него получилось. На самом деле, на первый взгляд, если сравнивать с референсом, ну, очень похоже. Я вот смотрю, и мне кажется, да, это оно. Но как только ты начинаешь чуть дольше вглядываться и вот сравнивать с референсом, который был, ты начинаешь замечать какие-то маленькие отличия. Как будто, знаете, играешь в такую игру, угадай, что здесь не так. Наверное, первое, что бросается в глаза, это вот эта вывеска с надписью ICE. Почему-то она выпуклая вперед, хотя на референсе точно этого нет. Также, например, можно сравнить, что колесо какое-то более тонкое, чем на референсе. То есть как будто бы местами не попали вот изначальные пропорции, в основном по толщине, по расстояниям. При этом сама работа выглядит довольно классно, особенно за такую сумму. Мороженое так вообще вышло прям очень красиво, очень вкусненько, мне прям нравится. Но всё-таки есть вот это ощущение какой-то небольшой недоработанности. Если мы смотрим на шарики, они прям очень классно сделаны. Вот этот, не знаю, такой акварельный что ли эффектик, да, с каким-то таким небольшим шумом, шарики классные. Но при этом мы смотрим на корпус тележки, и она прям идеально ровная, хотя на референсе прям чётко видны какие-то такие полосочки, какие-то такие отблески. То же самое с вывеской наверху, на ней есть какие-то пузырики, кругочки. Этого, к сожалению, нет. У Данилы получилась коробка закрытая, хотя на референсе этого не было. То есть тут есть какие-то минимальные додумки, которые получились у автора. И если обычно я говорю, ааа, ладно, то в этот раз я считаю, что это, ну, весомый косячок, потому что я просила вот точь-в-точь. Короче, работа-то реально прикольная, но вот чувствуется местами, что немножечко где-то не дотянул. Просто даже взять вот эту текстуру шаров, такую, не знаю, немножко грязную, добавить её на ларёчек, и был бы уже совсем другой эффект, работа бы казалась более целостной, а тут как бы очень поработанные рожки, классные шарики, а потом мы смотрим на корпус, и он слишком гладкий, слишком выбивается уже относительно других материалов. Немного больше времени, наверное, немного больше опыта, и работа получилась бы совсем на другом уровне. Ну и по часам Данил написал, что у него ушло где-то 30 часов. Мне кажется, это прям очень много. Мы даже сейчас не будем сравнивать с оплатой, что там 2000 рублей, 30 часов. Тут скорее играет как раз-таки, наверное, нехватка опыта. Следующая работа за 2500 рублей от Ксении, и вот что у неё получилось. На самом деле тут сразу взгляд цепляет вот этот рендер с космическим таким фоном, эти синие оттенки, очень классно сразу это выглядит. Особенно не с тележки, он прям очень похож. Опять включаем вот этот поиск отличий. Ну, сразу в глаза бросается мороженка, оно куда-то переместило в другую сторону, и текстур на коробке отличается. То есть какие-то приколы с полосочками произошли, у Ксении их почему-то стало побольше. Ну, это ладно. Хотя мы это заметили, да? В остальном мне очень нравится текстура самой тележки. Она вот как раз-таки то, о чём я говорила в прошлый раз. Если бы ту текстуру шариков перенести на тележку, сделать её более такой неровной, то как раз-таки вот получилось бы очень похоже на референс. И здесь это есть, и здесь это реально очень похоже на реф. Светящиеся звёздочки кайф, сверху пузырёчки на козырьке тоже есть. Мороженое не очень похоже на то, что было на референсе. Почему-то его пооткусывали снизу. Вот знаете, вот эта вот ситуация, когда ты достаёшь рожок из упаковки, а у него отломался этот кончик, и у тебя всё мороженое в какой-то момент начинает вытекать. Вот тут у меня такие же вайбы, и мне не нравится из-за этого. В отрыве от тележки, наверное, как какой-то стилизованный проб смотрится прикольно, но если вот сравнивать с референсом, да, появляются вопросики. Мне очень нравится, что сделан этот стендик, но не нравится то, что тележечку укатили куда-то к краю стенда, а не поставили, например, посередине. Как будто бы композиция заваливается, и кажется, что сейчас тележка перевесит эту платформу в космосе, и вот так вот хоп, и куда-нибудь упадёт. При этом тележка мне здесь реально очень нравится. Сроки у нас реально в этот раз горели, и Ксения, кстати, писала, что если бы вот ещё один-два дня, она бы ещё доработала какие-то материалы. Интересно было посмотреть, что получится. Может быть, она после ролика выложит в своё портфолио уже какую-то доработанную версию, так что будет интересно за этим понаблюдать. Следующая работа от Софьи за 3000 рублей, и вот такой киоск у неё получился. Опять же, на первый взгляд прям очень-очень похоже, очень классно. Но тут, наверное, сразу выбивается цвет козырька, потому что он вышел каким-то потрёпанным жизнью, может быть, слишком тёмным относительно того, что было на референсе. И к тому же вот эта вот сама вывеска, она немножечко сломана, что ли, по масштабу. То есть у неё слишком большие бортики, и она как будто бы сильно меньше, расположена сильно выше. И чем дальше я смотрю на подобные работы, тем я больше думаю о том, что на самом деле самым сложным в этом всём это было мороженое, потому что с ним как будто бы было прям тяжелее всего. Вот, и на самом деле вот я когда смотрела на референс, я как-то оценивала ларёчек, подумала, да ладно, мороженое оставлю рядом. А потом я присмотрелась к этому мороженому, и реально начала думать, что вот мороженое это самое сложное, что здесь можно моделить. И тут тоже есть какой-то такой косячок с мороженым. Почему-то теперь его очень много, и у него такая маленькая-маленькая палочка. Опять же, до коробки добавили крышки. Я думаю, что проблема в том, что нифига не понятно, что в этой коробке лежит. Некоторые решили просто закрыть коробку крышкой, чтобы о ней не думать. По текстурам у меня опять какой-то небольшой диссонанс возникает. То есть я смотрю на эту проработанную вывеску с этой текстурой, и она прикольная, да, поменять немножко цвет, сделать его светлее, и всё было бы класс. Но при этом вот сама вот эта поверхность киоска, которая такая, ну, с красно-бордовой и непонятной, вообще с какими-то отливами, как будто бы на ней не хватает этих вот полосок, каких-то потертостей, неровностей, чтобы она вот больше была похожа на оригинал. В остальном очень-очень похожа и очень классненько. Может показаться, что я совсем как-то тапками закидала работу, но нет, на самом деле нет. Я просто пытаюсь дать какие-то советы, как можно было бы улучшить, чего мне бы хотелось видеть, вот, когда я говорю, что хочу, чтобы совпадало с референсом как можно больше. Так-то работа за её цену супер-классная, супер-приятная. И что самое удивительное, Софья реально мало времени потратила на работу относительно других участников, потому что на работу она потратила 8 часов. 8 часов на подобный пропс — это прям класс, это, мне кажется, то время, к которому нужно стремиться. Есть как раз какие-то моментики с текстурками, которые можно доработать, отмасштабировать вот этот рожок. И очень классная, приятная работа. И классно, что Софья работает реально быстро. Это иногда очень важно в исполнителях. А сейчас небольшое важное отступление. Я хочу напомнить, что эта рубрика существует благодаря вашей поддержке. Так что, если вы хотите видеть больше подобных видео, обязательно поддержите этот ролик лайком, комментарием и проверьте подписку на канал, потому что очень многие смотрят эти видео без подписки. И вот вы так делаете, а потом пропускаете похожие ролики, которые бы вам тоже, возможно, очень понравились, если вам, конечно, нравится. Для вас поставить лайк — это прям такое маленькое действие, но для развития канала это очень-очень важно. Следующая работа за 4000 рублей от Лютовера, и вот такая она получилась. По формам работа прям очень классно попадает в то, что было на референсах, это прям сразу видно. Но опять же, начинаем глядываться и замечаем какие-то небольшие такие косячки. Блин, сегодня реально какой-то выпуск, найди пять отличий. Я реально обычно как-то более лайтово отношусь к каким-то маленьким помаркам, но я зачастую замечаю, что ребята, которые хотят устроиться куда-то моделлерами, они не совсем понимают то, что им реально придётся точь-в-точь работать по референсам. И поэтому в этом ролике я вот хочу акцентировать внимание именно на схожести с тем, что я просила. Поэтому я сегодня такой вот строгий-строгий надзорщик, так сказать. Ну, насколько я могу быть строгой. Мне кажется, вы сразу понимаете, что я хочу сказать насчёт этой работы. Это текстуры. Если по формам всё в целом ок, не считая некоторых моментиков, то вот с текстурами сразу работа выглядит прям слишком просто относительно оригинала, потому что в оригинале она такая более, опять же, потёртая, более какая-то грязная. Здесь прям идеально, ровненько, всё красивенько. Как будто этот ларёчек помыли, отполировали, ну или в другую игру засунули, потому что текстуры не слишком похожи на то, что есть в ханкае, в окружении, потому что видно, что есть какие-то всегда потёртости, там какие-то неровности. Тут прям идеально ровный пропс. Не совсем в эту игру вписывается, наверное, именно по текстурам. По форме вообще придирок никаких нет. Очень классное мороженое, реально прикольно сделано. Это если вы знаете смотреть в общем. Ну, если взгляд начинает сосредотачиваться внизу, прям видно, что колесо тоже такое ровное. Оригинально оно немножко такое вмятое вовнутрь. Видно, что там есть вот это углубление. Здесь же оно ровным таким блинчиком сделано. И вот эти вот крылья у машинки, они какие-то прям слишком квадратные, хотя в оригинале прям такая плавная-плавная форма. То же самое относится к фарам. Немножечко здесь произошёл дисконнект с масштабом на референсе, потому что на референсе более тонкая обводочка, побольше сами по себе фары. Здесь же, наоборот, обводка стала шире, фары поменьше. Это прям бросается в глаза, если смотреть. И бросается в глаза бевелы у некоторых частей, потому что, опять же, смотрим на крыло. Видно, что бевел наброшен, но он сильно меньше, чем на референсе. В остальном коробочка есть. Мороженое реально очень классное. Все вот эти формы тоже соответствуют референсе. И здесь как раз-таки, да, вот доработали бы текстурки, чтобы они реально были похожи на ханка и на стиль вот этой игры. Покрутить бы материал, и работа была бы прям классная. В остальном у меня, наверное, никаких претензий нет, потому что работа, ну, реально приятная. Думаю, что если бы я какие-то правки вносила и попросила подправить текстуры, то у Лютовера получилось бы гораздо круче. Вот. А, и, кстати, Лютовер сделал работу за 14 часов, что тоже очень классно по скорости, потому что другие ребята прям долго делали. А следующая работа будет за 5000 рублей от Марии, и вот такая тележка у неё получилась. Как отдельный стилизованный пропс. Выглядит, ну, реально очень хорошо. Тут добавили платформу. Всё это смотрится очень целостно. Мне нравится вот этот эффект такой под старину. Вот как раз-таки все вот эти потертости, неровности. Это делает работу очень похожей на оригинал. Но если мы начинаем вглядываться в детали, мы начинаем замечать вот эти несостыковочки с масштабами. Видно, например, что у колеса вот эта золотая часть намного шире, чем была в оригинале. И то, что вот эти боковые опоры, они прям сильно толще, чем были на референсе. Ну, и ленточки у шариков тоже какие-то толстые. Что немножко выбивается, это если мы опять начинаем искать вот эти вот точечные отличия. Я заметила ещё один моментик. И давайте это игра для внимательных. Что в этой работе ещё отличается от референса? Шрифт. Да, тут не совсем тот шрифт, который был у меня. К этой работе у меня реально какое-то такое отношение, что она-то мне очень нравится как отдельный пропс. Что бы я сделала, чтобы сделать работу более похожей на то, что я заказала? Уменьшить ленточки по размеру, подправить немного колесо вот за счёт масштаба вот этих линий, немножечко подправить цвет текстуры, сделать её более желтоватой. Это я сейчас именно про текстуру металла. И подправить вот эту коробку вторую. Потому что видно, что как раз-таки из-за того, что стенки вот эти боковые увеличились, которые тоже нужно было уменьшить, из-за них, видимо, коробки уже начали не влезать. И вот эта коробка, в которой, я так понимаю, встаёт мороженое, она стала немножко уже, чем была на референсе. Но это всё реально очень быстро можно поправить. В остальном, за подачу работы, за цвета, за работу с текстурками, то, что они такие вот помятые, так сказать, такие немножко шумные, как на референсе, я могу только похвалить. Это работать какие-то моментики, которые именно вот сделают прям работу один в один к референсу. И вопросов будет просто ноль. Работа реально приятная. Сейчас я хочу сделать ещё один небольшой анонс. У меня появился закрытый телеграм-канал, в котором за небольшую подписку можно тоже поддержать мою деятельность и взамен получить какие-то дополнительные полезные материалы. Помимо разных анонсов, спойлеров к моим работам и к тому, чем я сейчас занимаюсь, там есть мини-подкасты на разные темы, там есть возможность получить от меня фидбэк. А также я записываю туда некоторые уроки. Например, я записала уже видеоурок по композиции с полезными материалами к нему. Также мы постоянно там скидываем какие-то полезные видео по 3D, по 2D. Так что там формируется такое довольно интересное комьюнити. И, кстати, ребята из закрытого телеграм-канала первыми получили ТЗ к этому ролику, и некоторые из них сделали свои работы. Сейчас я вам их покажу. Вот такие работы получились у ребят. Я также подписала их контактные данные. Может быть, вам, как потенциальному заказчику, что-то очень понравится, и вы захотите поработать с ними. Ребята очень классные. Вот такие работы у них вышли. Если что, ссылочка на закрытый телеграм-канал будет тоже в описании, как и на основной телеграм-канал. Там много прикольного и очень активный чатик, в котором можно общаться на тему 3D-моделирования, да и встал на любые темы. А следующая работа будет за 8000 рублей от Евгении. И вот такой ларёк у неё получился. На первый взгляд, мне кажется, что это прямо из игры вот так взяли и вкинули мне. Это реально невозможно, потому что я видоизменила модельку, я её перекрасила, я добавила элементы, которых не было в оригинале, поэтому вытащить просто из игры невозможно. А тут вытащили с моего референса, короче. Вот это я отказываюсь комментировать, потому что я не знаю, что здесь комментировать. По текстурам, по свету, это просто вот эталон того, как нужно зарендерить проб, чтобы я сидела и офигевала от красоты, ну серьёзно. Окей, я понимаю, если мы сейчас начнём играть в Найди 5 отличий, то появится несколько моментиков, которые нужно пофиксить. Но, мне кажется, я даже немножко обидела Женю, потому что она настойчиво пыталась писать мне и говорить, вот посмотри, там может быть в процессе, вот всё ли устраивает. Я говорила, что нет, типа доделай, скинь мне финальный результат, я уж потом посмотрю, а то что я вообще комментировать буду, да? Я это к тому, что те косяки, которые я сейчас озвучу, 100% можно было поменять в процессе, как и у всех ребят, которые были в этом ролике. Я думаю, вы это понимаете, да? Я в процессе не даю никаких комментариев, хотя многие прям просят. Вот, например, Женя, она настойчиво писала, говорила, нет, я вот хочу на мнение. Но я стойко держалась, я ничего не говорила. Поэтому скажу сейчас. Это вообще не тот шрифт, который был на реперенсе. И вопросики к вот этому козырьку. Да, если вы присмотритесь, козырёк над маленьким колёсиком, он немного другой по форме. Возможно, здесь из-за материалов кажется, что она не сильно похожа, но с таким ракурсом это прям бросается в глаза. Кажется, что клювик у вот этой тележечки немножечко другой. В остальном, я не знаю, что сказать, мороженое, вот я его увидела, мне захотелось его съесть. Это правда, очень классная мороженка, очень классные рожочки. Они прям очень похожи на то, что есть вот на реперенсе. Шарики, цвета, текстурки. Блин, это реально очень классно. Наверное, как заказчик, я бы была очень довольна результатом. У меня там ещё и хайполи, и лоуполи скинули. Короче, вообще полный спектр вот этих полигональных модификаций той или иной модельки. Это реально очень классная подача. Это очень качественная модель. Я не знаю, что ещё прокомментировать. Смотрите, там полоски нет на коробке сбоку. Косяк. Ну всё. Косяк абсолютный. Как же жить? Ладно. В общем, вот такая работа за 8000 рублей. Пишите ваше мнение в комментарии. Вот, что вы скажете. Может быть, я тут как-то слишком нахвалила. Не знаю. Напишите, узнаем. Блин, а за сколько часов она сделана сейчас? Мне нужно вычислить, вычислить этот момент. Евгения, сколько часов? Кстати, Евгению ушло 16 часов на эту работу, что в целом, наверное, окей. Вот. Можете бить меня тряпками, но мне реально казалось, что часов 10 на эту модельку это окей. Но что-то, возможно, не окей. Мне кажется, это всё мороженое. Вот оно всех подставило в этой модельке. Наверное. Не знаю. Ну и последняя работа будет за 10000 рублей от Светланы. И вот такой ларёчек у неё получился. И да, если вы тоже сейчас немного в шоке, то я показываю работу у Светланы, а не референс. Просто Светлана прислала мне вот работу с таким фоном под фон референса. По форме я вот сматриваюсь, пытаюсь понять, к чему придраться. По форме у меня нет каких-то претензий от слова совсем. Реально, вот мой референс перенесли в 3D-шечку, ещё и фон сделали. И вот знаете, я сейчас сижу и смотрю вот на работу Светланы и на референс. И вот если я на секунду отворачиваюсь к вам и смотрю в камеру, то когда я смотрю обратно, я на секунду забываю, а где исходник. Просто потому, что тут и фон, и форма. Оно всё просто вот мэчится идеально. Может быть, я могу немножко придраться к текстурам. Они какие-то прям супер блестящие получились для Канкая, для того, что я заказывала. Может быть, нужно было сделать более матовыми шарики, потому что вот видно, что у них есть такие белые засветы. Но в остальном же это вообще один в один. Это абсолютно один в один. Это очень похоже по цветам, по форме, по ракурсу, по подаче, по всему. Я реально сижу и пытаюсь найти к чему придраться. Вот где такой какой-нибудь смысловой косяк, да, там шрифт не тот, коробка не та, полоски нет. Тут всё есть. Реально всё есть. По форме это вот буквально то, что я заказывала. Доработать немножечко матовость материала и всё. Это пропс из игры один в один. Вот вставляю в Ханкай, никто и разницы не заметит. Мне реально очень нравится то, насколько это попало в то, что я хотела заказать. Тут Светлана, по-моему, сделала работу за 30 часов, если я не ошибаюсь. И вот тут хочется пожелать Светлане, наверное, скорости, потому что, мне кажется, другим-то у неё проблемы нет. Так что желаю развития с точки зрения скорости, с точки зрения того, чтобы быстрее получалось делать работы на заказ. И это, мне кажется, такая точка роста, над которой нужно подумать. Вот такое получилось видео. Вот такие 7 работ вышли в этот раз. Пишите обязательно в комментарии, чья работа понравилась вам больше по соотношению цена-качество. Поругайте тех, кто опять поставил какие-то минимальные прайсы за свою классную работу, пускай они знают, что нужно поднимать цены за такие классные работы. В общем, пишите ваше мнение в комментарии. Конечно же, можете предложить, а что мне заказать в следующий раз. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там у нас активная комьюнити, ещё скоро там будет конкурс. Да и наборы на подобные ролики тоже частенько бывают именно там. Ну а на этом у меня всё. Огромное спасибо вам за то, что досмотрели это видео до конца. Удачи вам в творчестве и до встречи в следующих роликах. Пока!